суббота и кухон суббота отдыхает а мы пойдем займемся капельным поливом капельный полив вот от него осталось у меня вот такое приспособление называется таймер в середине клапан открывается закрывается идет подача воды это вот единственное толковое что мне в ней всей этой системе нравилось особенно надоели эти капельники фильтр конечно забивающийся короче один сезон я потратил на вот эту вот мыю но сейчас решили все таки продолжить эту тюрьму по сути конечно капельный полив дело неплохое я бы даже сказал хорошее полезное но есть нюансы которые сводят его так сказать положительные качества на нет вот у нас сегодня такая природа эти качества мне очень не нравится потому что они начинают проявляться как раз тот момент когда от этого капельного полива требуется точность и постоянства работа красотень то какая сколько я не собирал эту систему не пытался собирать всегда все дела упираются в том кто что все очень тонко а где тонкая там как известные рвется пробовал я и самотеком и под давлением засоры засоры вот чем проблема капельного этого полива засоры тонкость вот перед вами апофеоз капельного полива вот такая пятилитровая канистра трубочка вот я тинц поднял и ставлю все пошло дело вот она струечка сейчас она должно капать капельками вот так вот тинц это ниже значит тут еще струечка пока вот и во всех этих блогерских каналах пишется что она вот так вот отрежьте еще тут вот сверху чтобы легче было доливать и оно будет вам капать так вот ребята так оно не работает вот тут уже не капает тут еще капает крышечка у нас закрыта закрыта поэтому когда когда вот тут вот создаться определенное давление все эти капельки прекратят капать сейчас идет посадочка у нас огурчик решили попробовать простое капельное расшение тут кстати какие то бурбалки идут как ощущение что оно подкапывает бутылочку уже втянулось тут не знаю короче будем испытывать на натурном образце а тут у нас помидорная часть отчего так утекай суббота они ж и мельница и тривер суббота Танечка суббота 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 все взяли за свою хозяйство нам сегодня с тобой вообще надо было свинчись куда-нибудь на озеро ну или в городскую квартиру там навести какой-нибудь порядок потому что сегодня это треск этот повсеместный был предсказуем вполне вот капельный полив я хотел сделать вот из этой хреновины но самотек не пошел а подымать ее на какую-то большую высоту ну честно говоря слишком много надо срез всяких шланжиков переходничков я посчитал что это не рентабельно мне проще так поливать вот для помидор какую соорудовали конструкцию потому что в прошлом году у нас помидоры на улице оказались без поддержки а когда они уже выросли и были вот такие здоровые их начало тянуть к земле и удержать эту тягу мы уже не смогли короче говоря из-за этого пропала часть урожая потому что на земле ее тут же фитофтора атаковал поэтому в этом году решили сразу построить вот такой вот который можно потом усилить раскосами сделать такую подставку ну естественно повесить посмотрим что это получится хочется чтобы было недорого надежно так смотрим что у нас с бутылочкой с бутылочкой у нас вот с одной стороны капает активно между прочим с другой стороны глухо хотя если вот так а если я сверху откручу крышечку что будет о все крышечку откручать не надо ну то есть мы вынесли первое и самое главное то есть если снизу сверху не будут крышечки то вся система будет лить ручейком вот я опять крышечку завинчиваю будем наблюдать пинц так а если их в одну горизонтальную плоскость поставить ой да соседи конечно сегодня разошли но это деревня такое к такому надо быть готовым то есть основная задача вот этого мини капельного полива господа господа отрегулировать дырочку в крышке потому что если тут будет у вас срезано никакого капельного полива у вас вот это развенчал я первым никакого капельного полива не получится оно будет течь пока не вытечет полностью до этих трубочек вот такое интересное наблюдение и вот по поводу этих решеток с дырочками моих замечательных все продувается плесень можно сказать исчезла даже оставленной мной на пробу а пилочки вот они чистенькие одержанные и тут все стало сухенькое в нашем колодце кстати посмотрите вот это воды ооо воды там хотя я определить не могу честно говоря но воды воды по-моему еще хватает вот такие вот у нас тут дела две напротив да и еще один отрицательный опыт это вот моя покраска оба на лаков яхт ну вот так он не знаю может чем-то они обрабатывали доски красил я по сухому и получился вот такой эффект то есть то есть никакой придется с этой стороны фасад заделывать чем-то подобным как вот этот чтобы не иметь больше никаких проблем ну вот так что яхтный лак ребята это не так уж и надежно нужно вот какой-то яхтный лак особо должен быть но я вроде не криворухий вот ооо такая консистенция у него получается красиво так внутри но этот результат мне абсолютно не нравится вот вот что делать вот тебе яхтный лак видимость что-то мне в последнее время с этими красками не везет особенно российского производства в следующей серии расскажу что получилось в итоге спасибо 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 спасибо